Сегодня, кстати, 1 июня, день защиты детей. И здесь на стадионе детей сегодня мало. Все, наверное, клятся где-нибудь в центре или, может быть, на площади Отака. Это такие, знаете, культурные места, где бывают различные мероприятия. Наверное, там выгуливают детей, может быть, на аттракционах. А мы что-то сегодня как-то у нас, как всегда, обычный день. Никакого праздника. Мы их что-ли купить. Докторник тоже не будет. Мы их что-ли купить. Мы их что-ли купить. А ветер-то прям. Уже прям. Докторская область. Пошел на эти дни. Но нет. По-моему, все равно, как у нас не было. Пошел на эти дни. Еще в новостях слышно, что там какие-то были ураганы. Там где-то в Московской области еще в каких-то областях. Короче, нашу не называли. Хотя у нас тоже какой-то ветер был. Сильный, наверное, еще. Не настолько сильный. Небо, кстати, такое прикол. Прямо посередине сервис. Вот это, короче, полоса как будто такая посередине. С той стороны просвет. Там, не знаю, непонятно, серый или голубой. С этой стороны тоже просвет. Там дальше тоже серая полосочка такая. А дальше все так. Непонятно как. Красиво. В общем. Хоть и серые. Еще, чтобы этим летом было тепло. Потому что я зря, что ли, покупала всякие там песочники и штанишки для малыша. Чтобы только в этом его водить. А не в каких-то еще сверху комбинезонах теплых. Ветра пока нет. Можно растрепаться так. У меня так любят за кем-нибудь наблюдать. Ребята тоже. Если кто-то есть, их возраст какой-нибудь мальчишка. Они встанут и смотрят, что он делает. А потом, конечно... Ну, вот так им, конечно, не сделать. Как парнишка тот бегает сейчас. Прямо с разбегу везде забегает и спрыгивает. Вот, стоять и поучиться. Стоять на месте все-таки холодно. Поэтому я похожу. И, может быть, что-нибудь сейчас запишу. Если мне придет какая-нибудь мысля умная в голову. Короче, хотела рассказать о том, что первый класс еще не наступил. Но у нас активно так мамы включились некоторых в работу, подготовку к первому классу. То, что прям создали уже группу. Группу сразу, понятно, создали нашего класса ВКонтакте. Диалог уже создали ВКонтакте. Решают, какую форму они могут решить. Но, конечно, все выбирают самую качественную, самую дорогую в нашем городе. Фирма называется Гамелан. Я тоже, в принципе, за нее. Потому что после той формы, которая была у старшего, которую мы покупали в канцелярии в магазине, это было просто ужас, а не качество штанов. Причем оказалось, в конце концов, у нас, короче, после пары недель носок на них появились катышки. И мамы начали пенять на то, что это типа стулья некачественные нам. Потому что мы меняли столешницы и вот эти вот сидушки у стульев. И что типа их некачественно как-то обработали. И из-за этого на штанах катышки, затяжки такие образовались. Но на самом деле оказалось, что это нифига не так. Что это действительно была какая-то стрёмная ткань штанов. И типа того, что у них, у этой фирмы, жилетки, сарафаны и штаны. Они типа из разной ткани. И только штаны почему-то из говняной ткани, извините, сшиты. И на них образовались катышки. Так что мы уже в первый месяц, у нас все штаны испортились. И мы до конца года так в таких и ходили. Потому что как-то покупать еще одни штаны. Там, знаете, по 4 урока в день. И в общем мы не покупали еще одни штаны. Можно было, конечно, купить. Но такие же я не хотела покупать штаны. За другими надо было куда-то ехать, подбирать цвет. Во втором классе, на второй классе вообще иммунчен. Да, но заказала черные. И не запарилась. Хотя форма типа темно-серого цвета. Но он их тоже испортил, конечно. Зимой катался на попе и на коленях. И там белые пятна. Вообще я думаю, что достаточно, если ребенок более-менее аккуратно носит, то на год достаточно и одних штанов. Там мамашки уже говорят, что вроде типа как. Все равно несколько надо будет покупать. В течение учебного года я не думаю, что буду покупать несколько. Пусть в одних ходит. Но если уж совсем-то, конечно, там-то, да. А так, так и, в принципе, как посмотришь, в каких штанах ходят другие дети, думаешь, ой, мой-то вообще супер-пупер. Так что вот. И вообще, походу, две люди заболелись с формой. Но сейчас, конечно, появились еще такие люди, кто уже не хочет самую дорогую форму покупать. В общем, спорят. Я так лучше бы купила, по крайней мере, штаны я бы купила дорогие. Потому что так лучше будет. А жилетку там уже, ну там, другой фирмы, если покупать на цвет будут подбирать. Лучше я куплю все в одном месте. Жилетку, кстати, лайфхак. Жилетку можно брать сразу побольше размером. Они сейчас 122-128. Можно сразу на 134 жилетку брать. Они не сильно отличаются, потому что ей будет нормально все равно смотреться. Так и старшим покупали. И он вот два класса. Ходил в одной жилетке. Но иногда он ходил в трикотажной жилетке вообще синего цвета. Иногда он ходил в кофте, типа кардиган серый у меня есть. И вот так вот было все классно. Отучился. А еще такая у нас учительница. Требовательная достаточно попалась. То есть она говорит, что она, видимо, много времени проводит с детьми. Там какие-то внешкольные занятия, какие-то викторины, конкурсы. Не знаю, везде они, видимо, принимают участие. И она хочет, чтобы они были все в форме, все одинаковые. Чтобы у них рубашки были у всех белые. И чтобы даже другие рубашки, которые как бы не праздничные, не на выход, а повседневные, тоже у них были типа одинакового цвета. То есть с этим еще нужно будет по ходу дела определяться. А не так, как у моего старшего. Знаете, мы там какую-то серую в клетку носили. И было нормально. И никто ничего не сказал. И плюс еще рубашки с коротким рукавом. А мамочки запарились еще над тем уже, что что же мы будем дарить учительнице на 1 сентября. Я такая, офига. Уже какой-то подарок нужен. Мы еще не начали учиться. И еще типа каждый отдельно букет подарит. Или все вместе. И еще там какие-то детям шарики шоколадки. И знаете, это так все как-то сразу навалилось. Я даже об этом еще не думала. А все там уже, знаете, думают об этом. Нет, я, конечно, не против всего этого. Если это кто-то все организует. Кто-то там купит шарики. Кто-то шоколадки нашим детям. Деньги-то, понятно, я сдам. Буду очень рада, что там мой сын радостный тоже. Что 1 сентября праздник. У него еще день рождения. Это будет, кстати, еще даже неизвестно в какой день. Первый это суббота в этом году. В какой день будет у них линейка. Первый, суббота или третий в поддельник. В принципе, без разницы. Мы сможем и так, и так. Нам будет и так, и так весело и интересно все. Но просто другие-то вот им прям, не знаю, уже не терпится все это организовать. Хотя еще целых три месяца. Да, и я про это почему говорю? Потому что все равно ВКонтакте-то все читаешь. И не сидишь спокойно. А там какие-то, блин, что-то хотят уже все из тебя, чтобы ты высказывал свое мнение. А, да, еще там всякие, видимо, комитеты записываются. Я еще пока никуда не записалась. Я пока думаю, что я не смогу ничего делать, ничего организовывать. Может быть, потом когда-нибудь. Да, да. Сколько всего интересного для детей, даже помимо школьной жизни, помимо там всяких уроков, чаепитий и всего прочего, что хочется, конечно, чтобы мои души что-нибудь из этого интересного в своей жизни увидели, получили. По максимуму будем ходить. В следующем году по маму будет секция УШУ в нашей школе. В общем, обязательно младший так точно на нее пойдет, потому что он будет с первой смены. И, соответственно, когда первая смена, то они по ходу дела на все могут ходить, на все попадают. А со второй смены старший, наверное, будет снова со второй смены. И там посмотрим уже. Какие-то костики растут. И посмотрим уже, если он сможет ходить, то тоже, конечно, будет ходить. Не знаю, не все секции у нас будут бесплатные в школе, даже если платно. И все английский, по-моему, тоже будет какой-то платный, что ли, 100 рублей занятие, что-то такое. В общем, тоже очень даже вариант походить в школе. Так очень удобно, я считаю. Я считаю. Кстати, странно. У меня у старшего с английским. Английский лучше, чем русский. И математика получается. У малыша в один день были колики. У меня вот реально, я поняла, что это что-то не так просто. Он кричит, не психует просто. Не то, что хочет ко мне на ручки. Он плакал, плакал. Все, животик у него, видимо, болел. Никак я не могла его уложить. Целый день не спали. И под вечер особенно у него это все стало еще сильнее. Муж даже говорит, ну, я сегодня с вами, наверное, не сплю. Но ничего, мы взяли грелочку. Грелку заказывала я на сайте Simoland еще летом. Еще летом, не летом, а еще когда была беременная. Как-то, не знаю, почувствовала, что ли, что она пригодится. И, в общем, мы легли с грелочкой. Он так нагрелся, у меня все хорошо. И после дня, когда он совсем не спал, ночью он поспал. Ну, очень хорошо по сравнению с днем, конечно же. Он, по-моему, спал часов до четырех. И потом еще проснулся уже часов в шесть утра. Беденький, так жалко его. Когда он плачет, что-то болит. Это вот у нас один раз только такое было. Все остальное время тоже были как бы... Тоже он, допустим, не может заснуть. Но мне кажется, он больше уже нервничает, знаете. Что-то не может заснуть. Из-за этого злиться. И сам себе такой уже не рад, что он все плачет, плачет и не спит. Но вот так, чтобы прямо у него что-то болело. Мне кажется, это вот первый раз, может быть, такое было. Но это нормально. По-моему, до месяцев до трех. Помучатся с коликами. Ну, а потом зубы пойдут. С другим мучатся. Кстати, подумала про солнышко и вспомнила. И рассказала вам. На приеме нам педиатр выписал Аквадатрим. Бесплатно его выдают маленьким детям. Даже если у вас не трое детей. Даже если у вас один ребенок, его по идее должны выдать бесплатно. Но не всегда, конечно, это происходит. В общем, нам выдали и сказали. Педиатр, врач сказала, что если солнечный день, то типа вы его не пейте. А если не солнечный, соответственно, пейте. Там пока пить каждый день нужно. Но я уже забыла. Вчера и позавчера были не солнечные дни. И мы забыли его пить. А когда были на приеме у невролога, он сказал пейте каждый день. Вот так всегда они говорят. Один одно говорит. В роддоме мне сказали глаза промывать ромашкой. У нас там немножко из глазка что-то выделяется, течет. Промывать ромашкой. Потом пришла педиатр, сказала промывать фурацелином. Потом я сходила к окулисту. Она снова сказала, зачем вам фурацелин промывать ромашкой. Короче, такие путаницы мы. Ну, мы то одним, то другим так и промываем. В принципе, как нам говорят. Ну, думаю, что хуже от этого ничего не будет. Вот. На этом я, пожалуй, закончу сегодня съемки. Больше, наверное, все равно не все эти все происходят. Не будем. Не будем. Не будем. Не будем. То еще чуть-чуть завершу. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Увидимся очень скоро. Спасибо.